Акция Свеча памяти В той страшной войне погибло 27 миллионов наших соотечественников. Ценой собственной жизни они даровали нам мирное небо над головой. К сожалению, уже нет участников войны, но приходят дети войны, для которых начало войны не является чем-то далеким или чем-то незнакомым. Для них это то, что они пережили. И для них очень важно, чтобы мы, так же, как это важно для нас, для наших детей, для наших внуков, чтобы мы помнили. Николая Лисенкова война застала в Тульской области. Ему тогда было всего 12. Семью эвакуировали, но, как уверяет Николай Иванович, им еще повезло. Часть эвакуированных немцы затем погнали в Германию, а их оставили в белорусском Гомеле. Война отняла у него мать и сестру. Сестра не успела эвакуироваться. Раньше эвакуировали. Она медработником была. И, значит, это она там тиф свирепцевая больная. Там собирали по деревне и в школу свозили. И там умирали, и пост сообщали. Накануне Дня памяти и скорби жители совхоза ждала интересная театрально-музыкальная постановка, которую подготовила местная студия «Премьер». В центре действия проникновенная история солдата, прошедшего всю войну, получившего ранения, но оставшегося в живых. Ваша жизнь после войны будет такой же яркой и красочной, как эти цветы. За это, наверное, умереть не страшно. Постановку прекрасно дополняли военные стихи и песни. В том кургане похоронена война. Мирный берег тихо плещется волна. После представления жители возложили цветы к мемориалу павшим воинам и зажгли свечи, выложенные в слова «Помним». Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ.